Поразительное сходство заключается в том, что и в данном случае использовались те же агенты под теми же вымышленными именами. И приемы использовались очень похожие на те, что были в деле Навального. Мы видим целый ряд полетов со слежкой, в ходе которых не предпринималось каких-либо действий, не попыток отравления. В них участвовали три агента российских спецслужб из так называемой второй службы ФСБ, которая является своего рода политической полицией. Формально она называется службой по защите конституционного строя. Одно из подразделений этой службы ведет слежку за политическими оппонентами власти, такими как Алексей Навальный. Те же самые люди, которые, как мы знаем, следили за Навальным на протяжении всей его президентской кампании 2017 года, в общей сложности в 40 с лишним поездках, следили и за Дмитрием Быковым, этим известным российским писателем и поэтом, в период с 2018 по 2019 год. Таких поездок, в которых они следили за ним, было всего шесть, то есть намного меньше, чем за Навальным. При этом одни и те же люди летели с ним одним и тем же рейсом или с разницей всего в час по времени прибытия в пункт назначения. Они следили за ним и сопровождали его до мест, где он просто читал литературные лекции, то есть не делал ничего экстремального, ничего политического. В одной из таких лекций речь шла об эстетике вселенной Гарри Поттера, в другой о Карлсоне, который живет на крыше. Тем не менее, эти агенты ФСБ всегда были рядом и вели тайную слежку. Критической стала поездка в Сибирь в апреле 2019 года. Два агента, которые следили также и за Навальным во время его поездки с отравлением в Томск, отправились за Дмитрием Быковым в Новосибирск. У них не было обратного билета, и они явно изначально не знали, когда им придется возвращаться. Они купили обратный билет в ночь на 13 число, после того, как Дмитрий Быков отсутствовал в своем гостиничном номере около шести часов, что было идеальным временем для того, чтобы проникнуть в этот номер и нанести яд. Итак, вот что у нас есть в качестве фактов. А гипотеза — это день, когда яд был нанесен на его одежду. Точно таким же образом, как уже доказано, яд был нанесен на одежду Навального. Так же, как и Навальному, Быкову стало плохо во время полета, очевидно, после того, как он надел один из отравленных предметов одежды. И точно так же, как в случае с Навальным, власти всеми силами препятствовали его переводу в московскую клинику для оказания более качественного лечения. Его хотели оставить в той далекой провинциальной клинике.